Привет, друзья! Меня зовут Калина, я представляю геометрию, и это серия интервью городские легенды с геометрии.ру. И у нас в гостях сегодня Оксана и Андрей Шихмин, владельцы, можно сказать, уже сети, баров, ресторанов, family friendly. Ура! Поприветствуем! Ребята, теперь сами представьтесь, расскажите немножко про себя, про то, как это все начиналось, можете смотреть на меня. Нет, я обязательно в камеру. А то Оксану сидит. Наверное, я буду рассказывать. Все началось с меня, с 2003 года. Я бармен, и Оксану затянул так в 2005 году, когда у нас первое наше маленькое заведение организовалось, как любой бармен, наверное, все мечтают открыть свой коктейль бар. Я не бармен, я тоже мечтаю открыть свой коктейль бар. Ну, а тебе-то тем более. Да, и у меня был на тот момент супер напарник, его Толик зовут. Это человек сумасшедший, ну, в хорошем смысле слова. И вот мы с ним пытались это сделать, но из-за того, что Толик – бог сумасшедший, мы этого не сделали. И мы сделали это с Оксаной. Слушай, это не тот бар, который еще там такие на стенах или на стенах, как на стенах, какие-то там что-то типа Чунга-Чанга там. Это был… Это он? Нет, это был 2010 год. Я просто помню это. Я помню, когда ты туда зашла. Да, да, да. Две осылы привели, и человек сказал о том, что я хочу здесь клуб открыть. Я ему говорю, Сережа, это бар будет, никакой клуб, это клуб. Но ты немного забежала. Да, вперед. Ну, так. И в 2005 году у нас было первое летнее кафе, мы поработали, поняли первую конкуренцию, поняли, как мы можем делать какие-то скидки. В 2006 году мы поехали на море, ощутили, что это полная ерунда ехать на море на тему заработков. В 2007 году мы вернулись, опять поставили это летнее кафе. Ну, и как-то вот мы шли, 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 и благодаря этому Сереже, где мы… Мы не познакомились, но ты там была в 2010 году. Да, да. Это первый проект, где нас, ну, по сути, вынудили… Какие-то индейцы, они меня, конечно… Я помню, я зашла. Вложить денег, да. Да. Он мне дал их поставить. Я понимаю, что они так дорого стоят. Это известная личность города Ростова. Ее дочка сказала о том, что мама, надо сделать это очень крутое место. Ну, и как всегда, у начинающих людей заканчиваются деньги. Ну, не подрассчитали. Ну, да. Вот этот… Сережа… Сережа нас вынудил вложить свои деньги, и отчасти мы ему благодарны, потому что большой опыт это составило… Ну, вот вложить… Ну, в итоге продали ему. Заработали не только денег, но и, наверное, свои какие-то внутренние силы. Ну, и потом… Потом мы хотели взять ночной клуб, где я однажды работал барменеджером, но после трех переговоров с человеком, который специально прилетал из Англии, не срослось. Управляющая компания написала смс там, что мы отказываемся. И еще один год… Увитамили, да? Увитамили, да? Увитамили, да? Еще один год… Еще один год простояло это заведение. И потом… Один человек мне подсказал помещение, которое, по сути, не сдавалось у людей достаточно всего. И они… Ну, он мне сказал, куда подойти, что, где кому найти. Это… Бар Фэмили, да. Я был уже на грани, наверное, операционного стола. У меня… Или сделали мне операцию, я на костылях спускался смотреть его. Вот. Нет, тогда еще нет. Потом уже только мы его взяли, начался ремонт, и потом себе сделали операцию. Да. И вот мы начали делать. На крови, можно сказать. Да. На желание, на самом деле. Вот. Сделали очень долго. Мы не то, что метались. Я не помню, не мог сформулировать для барменов и дежаки, что им нужно делать. Вот. И после фактически года вот упорной работы мы, наверное, сделали ремонт после одних дизайнеров очень известных в городе. Мы немножко переделали то, что нам корни не нравились. Ага. И мы со второго года стали, ну, наверное, самым популярным молодежным паром. Я была, можно сказать, у истоков, когда вы открывались. Даже отмечала день рождения. Я даже день рождения там отмечала, да, свою. Причем я сто лет не отмечала день рождения и решила отметить его все-таки. Ну, когда вообще на сто летнюю надо отмечать. Вот. И помню, первый год у вас особо, ну, он не шел, не шел, не шел. А потом просто как-то я захожу, тысяча народу, очень много людей, все такие красивые, все такие какие-то необычные ребята, девчата. Просто я смотрю, ну, а, он опять не наступает, какие девчатки там. Так и было, но сложилось какие-то обстоятельства, может быть, кризис, может быть, что-то. Ну, вот лето мы отработали в лайтовом режиме и дали всем отдохнуть. То есть мы работали по выходным. Сейчас готовится снова апгрейд, снова готовится что-то новое. Будет, ну, каждое лето делаем что-то новое заведение. Что-то где-то меняем, где-то что-то убираем, переставляем. Не просто, как бы, картинку повесил, все, это ремонт. Вот, постоянно работаю. У вас там и буквы добавились, поймали светящиеся всякие. Это же дизайнеры, дизайнеры все растут и предложили классную идею. Те же, которые начинали с вами. Ну, они же были начинающими. Они были начинающими, сейчас они профи. Вот, и после, наверное, трех лет. Ну, концепция к вам сразу пришла? Концепция у нас была изначально. Она такая, ну, на самом деле, на тот момент вообще не было ничего подобного вам. Вообще. Нет, было в нашем сегменте одно предприятие. Одно заведение было. Да, и мне оно нравилось. Многим оно мне нравится, но оно мне нравится. Вот. Мы в его сегменте начали работать, но, может быть, наши отношения, наши эмоции передавались гостям, и им было клево и комфортно. Из-за этого мы работали 7 дней в неделю, ну, не 20 часов в сутки, но достаточно. Ну, 18. Практически. 12, наверное. С 5 до 5. Ну, да. 12 часов в сутки. Вот. И пришла идея открыть, ну, все же заслед. Ну, да. Что-то лучше. Открыть более такое… Более взрослое. Более взрослое. Более взрослое. Но, опять же, это бар никакой, не денсбар, чтобы люди кушали и пили вкусные коктейли. Для этого была найдена из разряда, как сейчас все бармены в миксологию ушли. Вот. Я только хотела сказать модное слово – миксология. Миксология. Сейчас, не как мы с толиком раньше, плясали, переодевались, кричали, били в бубен, в колокол, зазывали людей. Сейчас надо стоять край красивым. Сейчас это все. Да. Спрызнуть апельсинчиком, лимончиком, вот так еще провести вот так вот сверху. Так и есть. Розовая вода, да, в тренде уже несколько лет. Да, оборудование было привезено из Англии, там, другое оборудование было привезено из Японии. Кстати, у вас и хоспер. Да. Это тоже. Ну, это же мы пытались связать, ну и связали, что же говорить, связали гриль, кухню, наверное. Мы не будем говорить, там, стейкхаус. Мы, все мясо, которое у нас приходит, оно как тупо для салата Цезаря, оно жается только в хоспере. Так же, как и… Да, я ела ваш салат Цезаря, это очень чувствуется, когда курочка с этим… Да, то есть все мясо… С дымком. Да, все мясо жарится в хоспере. Да, это очень дорогое удовольствие, на самом деле, но очень клево, оно того стоит. Вот. И вся барная стойка, конечно, она проектировалась от и до. Наверное, даже могу сказать спасибо нашему первому бар-менеджеру, который сейчас работает в конкурирующем предприятии, но, тем не менее, он профи своего дела, его звали Андрей Павлов, он с сантиметром все вымерял, вот он подходил… Дотошно, очень дотошно. Да, то есть стойку переделывали три раза, она покрыта латунью, ну, все очень, говорится, клево. И когда приехали год назад ребята из очень крутого бара Employees Only, Стив Шнайдер и Джефф Долсон, они были потрясены. Ну, во-первых, пространством барной стойки, оборудованием, очень круто. На минуточку, Employees Only – это лучший бар, по-моему, 2012-2013 года в мире. А где он находится? В Нью-Йорке. Да. Один мой друг, наш друг, заману туда не зашел, там было все по записи до 12 ночи. Вот. Так мы, собственно, и продвигаемся. Сейчас существует несколько еще проектов, они абсолютно другие. Они тоже из общепита, но они абсолютно другие. Мы стараемся не делать каждому из предприятий конкуренцию. Мы собираемся в разных сегментах открываться. Вот. Но у вас вообще такой тандем очень классный. Ты начинал с бармена, с этого искусства барменского, то есть познал эти все там азы, опыт получил. А у тебя именно, я насколько знаю, могу ошибаться администрирование, да? То есть… А сейчас – да. Только сейчас, я думала. Ну да. А ты тоже все равно с этой сферой, правильно? Нет. Аксана была дизайнером женской одежды. Да ладно? Да. Надо же. Совершенно. У тебя хорошо получается. А я всегда думала, что ты вот как бы еще… Нет, нет. А никогда не была. Администрированием занималась, там, заведений. Нет? Нет. Никогда. Потому что я когда с тобой общалась еще даже по дню рождения, когда вы только… У тебя все четко, ты все знаешь. Мало, нет, смотри. Ясно. А какие проекты? Можно о них рассказать? Пока нет. Нет. Понятно, хорошо. Ну, это значит, для следующей передачи у нас будет. Да. Я так думаю, что это будет. А вот концепция, чем отличается? Ну, просто мало ли, может быть, наши… Фэмили бар – это молодежный дэнсбар. Были только фэмили, не были фа-френдли? Молодежный дэнсбар, где реально, ну, весело. Там… Это не одно помещение, а, получается, три зала. В одном… Ну, в каждом зале стоят диваны, все удобно. Вплоть того, что мы с друзьями собирались одно время, играли в разные, ну, иксбокс-игры там или плейстейшн. Астальные игры, да. То есть, за барной стойкой очень клево бухать, неоднократно выпивали. Вот. Ну, и опять же, держа-окей за барной стойкой – это, наверное, по-ростовски, там, приятно, когда ты бухаешь, и тут же держа-окей стоит. А френдли – это дружественный бар, где проходят, ну, где-то раз в месяц тематические мероприятия. Ну, это в холодное время. На которых снимают геометрии. Да. Можете фотоотчеты посмотреть на геометрии. Да. Да, это и проекты «Микаса» были, и проект… Была, да? Была «I'm Mercury», но «I'm Mercury» – это идеальное, наверное, говоря, мероприятие для баро-френдли, потому что фанк-диско он ежедневно играет там. Это место, где можно послушать музыку настоящую на виниле. Это очень клево. Ну, и опять же, мы в ростовской тематике показываем яркие какие-то события на больших клубах. А ваши пикники? Почему вы о них не говорите? Ну, пикник – это… Которые сейчас проходят по воскресеньям. Пикник – это… И, кстати, первый фестиваль крафтовых напитков. Да. Тоже, пожалуйста. Поподробней. Да. Ну, поскольку стилистика происходит, это такая хипстерская миксология и прочие вещи. Все это… Новые Вене – это… Ну, провели его первый фестиваль крафтовый. Были разные… Как пришли к этому? Я вот первый раз слышала слова крафтового. Ну, это напитки, которые сами делают, как частные пивоварные, Частные пивоварные, да? В небольшом количестве. Да. И… Ну, это тренд. Я пиво не пью, я и алкогольщица не пью. Ну, это тренд. Просто на каждой пикнике, который происходит у нас раз в две недели по воскресеньям. Все говорят, давайте в субботу, чтобы плавно и в ночь мы входили. Ну, нет. Это все-таки воскресенье. Мы начинаем с 6 вечера. Клево играет музыка на улице. Люди кушают хот-доги, буррито, бургеры, пьют пиво. И постоянно… Да, подходящая звезда. Вернее, уже звезда Джонни. Начинал тоже, помню, еще в Family у вас. Да. Делал свои бургеры. Человек-любитель готовить. Да, да. Вот. И наш партнер Вино и Крепыш, он постоянно какие-то новые сорта пива предоставляет, и люди могут познакомиться с какими-то новинками. Просто продегустировать. Очень клево просто происходит. Все это непринужденно. Мы не гонимся за ценой, мы гонимся за атмосферой. Вот. Наверное, вот такие люди. Нам главное от людей получить позитивные эмоции, чем, наверное, заработать денег. А какие вот, по вашему мнению, у нас в Ростове заведение, вот, ну, по вашему, да, мнению, повторюсь, занимают вот лидирующие позиции во всех отношениях? Есть такие вот… В сегменте кафе, рестораны… Кафе, рестораны, да, бары… Не знаю, что хотите, ну, можете сказать, например, там, вот бар такой-то, ресторан такой-то. Ну, то есть… Интересно. Мы с Оксаной завели… Пока у нас бара в Фрэнвии не было, у нас было время. И мы гуляли каждое воскресенье, ну, по какому-то новому месту. Мы любители итальянской кухни. И… Ну, прошлись по некоторым заведениям. Ну, на тот момент это… Ну, мы каждое воскресенье меняли просто. Мы искали, куда воскресенье. Да, мы меняли. И время-то время мы возвращались и понимали, что Белуччи – это лучшее место для отдыха. Да. Это… Ну, все, что я люблю. Единственное, там нет кальянов и слава Богу. Слушайте, ну, у нас скоро весь Ростов будет одна большая кальяна. Это просто ты проходишь… Но наше правительство… Открывается что-то там. Ух ты, какой-то новый бар. Кальяна. Я увидела в Шнайдере на набережной кальяны тоже появились. Я была очень сильно удивлена, да. Ну, вот на самом деле это правительство толкнуло… Ну, да, с этим запретом. Да, выходи на улицу, либо кури кальян внутри. Кальян. Курить плохо. Вредно для здоровья. Да. Да. Любимый бар… Даже не могу вам сказать. Ну, в принципе, вы сказали про Белуччи. Да, Белуччи – это лучший ресторан. Вот. А чего не хватает у нас в городе? Вот, если смотреть с точки зрения именно гастрономии, баров, ресторанов… Я не люблю и есть, мне абсолютно все равно. Ну, а если бар какой-то? Ну, вот есть, ну, вот что-то есть, что вот не хватает нашим баров? Дискотек нет. У нас нет клубов. Ну, они… По-советски это дискотек. Может быть, скоро соскучатся и начнутся, и опять клубы – не, ну, маленькие бары, конечно, затмели. Ты приходишь, 50 человек уже так, плотничком, ну, и нормально, все пляжут. А клуб надо забить 500 человек. Да. Сам не… Сам знаю, когда был в управлении больших клубов, это очень трудно. Очень трудно, ну… Ну, видимо, поэтому они немножко пока изжили себя, может быть, через время. Вот, возвращаясь к рубрике, у нас рубрика есть по вангу, им называется. А представьте себе, ну, не знаю, там, Ростов через пять лет. Что это? Как он выглядит? Какие у нас заведения? Пожалуйста, подумайте. Может быть, как ваше заведение выглядит или у вас что-то появилось там? В ближайшие два года будет плотно развиваться уличная еда. Угу. Ну, сейчас их много, да, фестивалей уличной еды? Да. Там иногда обережные делали. Ну, к этому город идет. Город идет и в продаже ларьков для уличной еды. Вот. Все об этом и говорят, что тренд уличной еды. Ну, опять же, российский кризис. А что по поводу города? Ну, очень часто въезжаешь, когда в город, пока по одному мосту. Ну, сегодня я выезжал уже по-новому. Да, сегодня открыли. Ворошиловский мост тоже, кстати. Да. Такое. Уже пробовал. Властиверс, когда едешь, конечно, очень клево, да, Ростов. События. Да. Ну, я сторонник, наверное, людей, которые за старую архитектуру, но поддерживать ее стоит очень много денег. Поэтому, не знаю, как один человек написал в соцсетях. Кайф услышать, что думает наш губернатор. Пускай вот он возьмет все от Садовой и пускай это будет все это старое. А дальше будет все новое. Вот. Понятно. Согласна. В каком? Тоже не хочется. Это все равно такой колорит придает город. Очень приятно. Наши старые булочки. Я обожаю. Вот. Обожаю тоже, да. Спасибо, ребят, большое. О, все. Подождите. Спасибо большое. Напоминаю, это Андрей и Оксана, владельцы бара, бара Френдли. Нет, как пати, пати бара Френдли. Пати бара Фэмили. Фэмили. И бара Френдли. Ура! Спасибо, что пришли. Котельного жилья бара. Спасибо. Спасибо. Пока. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok